Итак, метастатический тройной негативный рак молочной железы, и мы коснемся вопросов иммунотерапии, места ингибиторов ПАРП при берсии мутированном метастатическом раке молочной железы, представлены новые данные по общей выживаемости, вопросы удаления первичной опухоли, опять подгрупповой анализ, при первичном метастатическом тройном негативном раке молочной железы, и перспектив, который открывают перед нами новые препараты. Итак, что это за заболевание? Какова его доля? 15% среди всего рака молочной железы, но если мы возьмем метастатическую форму заболевания, то частота тройного негативного рака молочной железы значительно вырастает до 20-30%, потому что это заболевание, которое характеризуется высокой частотой рецидивов после первичного лечения. Как уже здесь говорили в первом докладе, это высокогетерогенная группа заболеваний, первично было выявлено 6 молекулярно-генетических подтипов тройного негативного рака молочной железы. Чуть позже те же самые исследователи в результате выделили и охарактеризовали окончательно 4 молекулярно-генетических подтипа тройного негативного рака молочной железы, Один из них – подтип, который характеризуется особенно высокой чувствительностью к иммунотерапии, потому что связан с нарушениями в генах, кодирующих иммунный ответ. И это подтип, который сформирован по принципу трех дней, нет рецепторов эстрогена, нет рецепторов прогестерона, нет гиперэкспрессии ХЕР-2-НЕО, соответственно, этот подтип не восприимчив к традиционным видам таргетной терапии, а гормонотерапия – это, безусловно, самый первый вид таргетной терапии – рак молочной железы. Стандартные опции лечения метастатического тройного негативного рака молочной железы до последнего времени были в значительной степени ограничены. И вот у нас появилось рандомизированное международное двойное слепое исследование третьей фазы по оценке роли иммунотерапии, добавления отезолизумаба в комбинации с напоклитокселом по сравнению с только химиотерапией у пациентов с местно распространенным неоперабельным или метастатическим тройным негативным раком молочной железы, которые не получали предшествующее системное лечение именно по поводу метастатической формы заболевания. Если пациентки получали неодевантную или одевантную терапию, то время до прогрессирования – 12 и более месяцев. Первоначальные результаты этого исследования уже докладывались. Так, извините, у меня не листается почему-то. Первоначальные результаты этого исследования уже были доложены, и в этом году совсем недавно на СМО 2020 года были представлены данные по заключительному анализу показателей общей выживаемости. А продолжительность жизни – это, безусловно, основной критерий эффективности предложенной стратегии. Данные финального анализа подтвердили статистически достоверное и клинически значимое преимущество комбинации отезолизумаба с напоклитокселом по сравнению с только химиотерапией напоклитокселом в подгруппе PD-L1 позитивного тройного негативного рака молочной железы. Напомню, что в исследование включались все пациентки, независимо от экспрессии PD-L1, так называемая ТТ-популяция, и потом была стратификация по экспрессии PD-L1, есть особенности определения этой экспрессии, мы два слова об этом позже скажем. И анализ шел как во всей популяции, так и в подгруппе PD-L1 позитивного рака молочной железы. И как раз выигрыш в общей выживаемости достоверный был зарегистрирован как при первом анализе, так и при окончательном анализе подгруппе PD-L1 позитивного тройного негативного рака молочной железы, причем выигрыш в медиане общей выживаемости при окончательном анализе только увеличился, и мы видим раннее стойкое расхождение кривых. Вот у меня не очень листается, да, как бы через раз. Мы видим раннее стойкое расхождение кривых, как я уже говорила, в медиане общей выживаемости плюс 7,5 месяцев, и при крайней точке наблюдения 54 месяца кривые общей выживаемости не сходятся. То есть этот выигрыш в продолжительности жизни регистрируется на протяжении всего времени проведения исследования. Дополнительных данных по безопасности при таких длительных сроках наблюдения не было получено, собственно говоря, частоту иммуно-опосредственных нежелательных явлений мы уже примерно знаем, мы научились с ними бороться, и общий вывод всех экспертов, чем больше опыт центра и личный опыт врача, работающего с иммуно-онкологическими препаратами, тем меньше частота иммуно-опосредственных нежелательных явлений, которые регистрируются в процессе проведения иммунотерапии. Таким образом, длительное наблюдение за больными, длительное проведение лечения подтвердило безопасность данной стратегии. Нас, как химиотерапевтов, в основном интересуют нежелательные явления третьей и четвертой степени тяжести, но вот мы видим, что частота их была минимальной. Левая колонка комбинации от изолизумаба с напоклитокселом, 2% выявления гепатитов иммуно-опосредственных, и дальше уже менее 1% выявления иммуно-опосредственных нежелательных явлений. Два слова о диагностике. Здесь уже тоже упоминали, что используются различные антитела, но вот диагностика для отбора больных на терапию от изолизумабом является критически важной. Необходимо использование теста только СП-142 и оценка экспрессии ПДЛ-1 на иммунных клетках. Причем уровень отсечения всего 1% и более. Почему это так важно? Да потому что другие антитела выявляют ПДЛ-1-позитивность при тройном негативном раке молочной железы в два раза чаще. При использовании СП-142 только 46% случаев были ПДЛ-1-позитивными, в то время как 22С3 и СП-263 дали 81% и 75% позитивности по экспрессии ПДЛ-1. И как оказалось, пациенты положительные по другим антителам, но отрицательные по тесту СП-142, не выигрывают от добавления от изолизумаба к химиотерапии. Поэтому им мы иммунотерапию проводили бы зря. Обращаю ваше внимание, потому что, к сожалению, на сегодня тест СП-142 доступен не во всех лабораториях. Можно ли заменить на поклитоксел на обычный поклитоксел? Это тоже очень важный вопрос, потому что обычный поклитоксел, безусловно, значительно более удобен. И, честно говоря, что грехотает значительно более распространен в лечебных учреждениях в нашей стране. Но почему вообще был выбран на поклитоксел? В 2017 году по окончательным результатам рандомизированного исследования третьей фазы по сравнению обычного еженедельного поклитоксела с на поклитокселом и экзобипилоном было показано, что в подгруппе тройного негативного рака молочной железы на поклитоксел имеет преимущество, и его применение ассоциировано с максимальным увеличением общей выживаемости. Кроме того, в этом году были представлены окончательные результаты исследования по оценке эффективности комбинации отезовизумаба с обычным поклитокселом при тройном негативном раке молочной железы. Опять-таки включались все пациентки, но шла стратификация по экспрессии PD-L1. Ну и вот, к сожалению, это опять-таки результаты прошедшего конгресса ЭСМА, к сожалению, оказалось, что добавление отезовизумаба к обычному поклитокселу не увеличивает выживаемость без прогрессирования болезни. Не выигрывают пациенты ни PD-L1 позитивной группы, ни всей популяции. Обновленный анализ по общей выживаемости также показал, что с обычным поклитокселом отезовизумаб комбинировать не нужно. Все-таки нам нужно выбирать именно на поклитоксел для проведения иммунотерапии. Извините, у меня опять не листается, оказывается. Вот показатели выживаемости без прогрессирования болезни. Комбинация отезовизумаба с обычным поклитокселом нет увеличения, улучшения выживаемости и комбинация отезовизумаба с обычным поклитокселом. Показатели общей выживаемости вы видите, что с обычным поклитокселом комбинировать отезовизумаб не нужно. Все-таки выбираем на поклитоксел. Частота объективного ответа несколько увеличивается при добавлении отезовизумаба к обычному поклитокселу. У больных PD-L1 позитивной подгруппы, но все-таки показатели выживаемости являются критически важными. Профиль безопасности, опять-таки, новых данных по безопасности мы не получили. Все то, что мы знали до того о иммуно-опосредственных нежелательных явлениях, их частоте воспроизвелось в этом исследовании. Частота серьезных нежелательных явлений достаточно низкая. Наиболее частыми нежелательными явлениями были все-таки нежелательные явления, связанные с химиотерапией. Так, идем дальше. Что могло повлиять на негативный результат применения поклитоксела в комбинации с иммунотерапией отезовизумабом в притройном негативном раке молочной железы? Исследователи обсуждали. Этот вопрос, это был повод для дискуссии на последнем конгрессе ЭСМО. И причиной такой неудачи может быть применение стероидов. Ранее было показано в двух крупных работах, это данные Мемориал Слан Катерин Канцер Центра и данные Института Гюстав Руси из Франции, было показано, что применение стероидов до начала иммунотерапии может влиять на эффективность лечения и снизить эффективность иммунотерапии. Те же самые данные были показаны при подгрупповых анализах исследований при немомококлеточном раке легкого меланомии и уротелиальном раке. Исходное предшествующее назначение стероидов является независимым фактором более низкого ответа на иммунотерапию. И еженедельное применение дексаметазона в качестве промедикации при еженедельном назначении паклитаксола обычного могло как раз и снизить эффективность отезолизумаба в комбинации с обычным паклитаксолом. Еще одно исследование по иммунотерапии при тройном негативном раке молочной железы было доложено на Конгрессе АСКО в этом году. Это комбинация пембролизумаба с химиотерапией по сравнению с химиотерапией первой линией. Ну вот так выглядят коревые выживаемости без прогрессирования болезни и во всей популяции. И при СПС больше единицы, и особенно при СПС 10 и более добавление пембролизумаба улучшило показатели выживаемости без прогрессирования болезни. Здесь использован другой тест определения педели позитивности при тройном негативном раке молочной железы и другое антитело, и комбинированный тест, комбинированная оценка экспрессии ПДЛ-1 на опухолевых и иммунных клетках. Иммуноопосредственные нежелательные явления, опять-таки новых данных по безопасности нет. Любой степени 25%, третьей и пятой степени 5,2% чистота их. И наши коллеги из Соединенных Штатов Америки запускают процедуру ускоренного одобрения вот этой стратегии комбинации пембролизумаба с химиотерапией при тройном негативном раке молочной железы с экспрессией ПДЛ-1, 10 и более. Но я бы хотела обратить ваше внимание, вот здесь сводная таблица, три исследования иммунотерапии, три исследования третьей фазы по применению иммунотерапии первой линии для лечения тройного негативного рака молочной железы. И я бы хотела обратить ваше внимание, что прямых сравнений иммуноонкологических препаратов у нас с вами на сегодняшний день нет, ни при одной нозологии. Мы можем оперировать данными только непрямого сравнения, но если мы посмотрим на отношение риска при оценке выживаемости без прогрессирования болезни, то для отезолизумаба в комбинации с напоклитоксилом это 0,64, для пембролизумаба при СПС высоком, 10 и более это 0,65. Химиотерапевтические партнеры, там в общем тоже очень интересная история, там можно было назначать или токсан, или комбинацию гемцитабина с карбоплотином, но достоверного выигрыша для комбинации с гемцитабином и карбоплотином не было показано. А вот среди токсанов исследователи опять-таки чаще всего выбирали напоклитоксил, поэтому воспроизводится та же самая история. Ну и, к сожалению, в исследовании с пембролизумабом нам пока не представлены данные по общей выживаемости, а это наиболее важный показатель эффективности лечебной стратегии, тогда как отезолизумаб и по предварительным, и по окончательным результатам достоверно увеличил продолжительность жизни больных при тройном негативном раке молочной железы. Поэтому, конечно же, эта стратегия является на сегодняшний день стратегией номер один. Берсии мутированный тройной негативный рак молочной железы чаще, да, часто мутации в генах Берсии ассоциированы с тройным негативным по типам заболеваний и ингибиторы ПАРП, это зарегистрированные стратегии, и аллопарип, и таллозопарип увеличили выживаемость без прогрессирования болезни. У пациенток с мутациями Берсии 1 и 2, ну вот на конгрессе ICR 2020 года, весной этого года, были доложены окончательные результаты по общей выживаемости в исследовании сталлозопарипом, и, к сожалению, не обнаружена статистически значимая разница между группами, не было отмечено увеличение общей выживаемости при применении этого препарата, но опять-таки на всю группу Берсии ассоциированного рака молочной железы. Предварительные данные ПАРП по общей выживаемости тоже уже были доложены достаточно давно, и, к сожалению, какого-то повтора мы пока не ожидаем новых данных по общей выживаемости, пока, к сожалению, нет. Поэтому, опять-таки, прямого сравнения этих стратегий не проводилось, но для нас важный вопрос, что назначить раньше, что является предпочтительным, потому что при тройном негативном метастатическом раке молочной железы иммунотерапии наиболее эффективно в первой линии лечения два ингибитора ПАРП показали примерно сопоставимый выигрыш выживаемости без прогрессирования болезни и, к сожалению, статистически недостоверный выигрыш в общей выживаемости, тогда как отезолизумаб достоверно увеличил, как мы уже говорили, общую выживаемость, прибавив в медиане в абсолютных цифрах 7,5 месяцев, поэтому, конечно, если у нас речь идет о тройном негативном раке молочной железы, в первую очередь мы определяем экспрессию ПДЛ-1 тестом СП-142 и решаем вопрос о назначении отезолизумаба, который включен в обновленные клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации, и в Российской Федерации действует горячая линия, где сотрудники горячей линии помогут врачу, самостоятельно ведут информацию о пациенте в базу, закажут курьера, проследят, чтобы блоки вернули и отправят результат на почту врача. Максимально возможная помощь в отношении определения статуса ПДЛ-1 будет оказана. Еще раз напомню, что статус должен определяться только антителом СП-142. Новые препараты в лечении местного распространенного метастатического тройного негативного рака молочной железы, пока это для нас только мечта, но есть очень интересный препарат, я давно за ним наблюдаю, это конъюгат антитела цитостатик, антитела КТРОП-2 и цитостатик СН-38, очень интересный препарат, который тоже, к сожалению, никак не дойдет до России, даже в клинических исследованиях. Препарат называется социтозумаб гавитекан, и о нем последние несколько лет говорят на многих конгрессах международных, он уже дошел до исследования третьей фазы, и вот в этом исследовании его сравнили с терапией по выбору врача при метастатическом тройном негативном раке молочной железы у больных, которые получили не менее двух предшествующих линий химиотерапии по поводу метастатической формы заболевания, поэтому это поздние линии лечения, интенсивно предлеченные больные, и мы видим, что социтозумаб гавитекан достоверно увеличил выживаемость без прогрессирования болезни, существенный выигрыш, и самое главное, увеличил общую выживаемость предлеченных больных с тройным негативным раком молочной железы. Причем препарат очень интересный, опять-таки, как и другие конъюгаты антитела цитостатик, препарат обеспечивает очень высокую частоту объективного ответа, а для предлеченных больных с распространенной стадией заболевания это очень важная опция, вы видите верхняя диаграмма водопад, объективный ответ на новом препарате у интенсивно предлеченных больных. Ну и очень важный вопрос о значении удаления первичной опухоли при первичном метастатическом раке молочной железы, много ретроспективных анализов, несколько рандомизированных исследований, противоречивые результаты, мне кажется, в этом году была поставлена жирная точка в этой дискуссии, потому что на последнем конгрессе АСКО были представлены результаты очередного рандомизированного исследования третьей фазы у значения удаления первичной опухоли, и если раньше эту опцию использовали исходно, и мы не могли отобрать больных, которые, может быть, не будут отвечать на химиотерапию, будут быстро прогрессировать, их и не надо оперировать, то вот здесь был такой адаптированный хороший дизайн, когда больные проводили оптимальное системное лечение, и пациент без прогрессирования болезни в течение 4-8 месяцев как раз, и вот этих пациенток рандомизировали и включали в исследование, и либо продолжали системное лечение, либо использовали опцию ранней локальной терапии. Ну вот, к сожалению, я, честно говоря, верила в то, что если пациентка долго не прогрессирует, локальное лечение может оказаться полезным, но, к сожалению, это оказалось не так. При тройном негативном раке молочной железы мы даже видим ухудшение показателей общей выживаемости при прерывании системного лечения, например, на операцию или на лучевую терапию, поэтому вы видите наилучшие результаты продемонстрировали больные, которым не использовалась опция локального лечения при ХР2-позитивном по типе, поскольку тоже следующая часть моего обзора – это ХР2-позитивный по тип, при ХР2-позитивном по типе выигрыша нет, нет проигрыша, но нет и выигрыша, поэтому вот, к сожалению, с огорчением я должна констатировать, что эту опцию использовать не нужно, только если у нас есть угроза осложненного течения первичной опухоли. ХР2-позитивный рак молочной железы, у нас есть широчайший уже на сегодняшний день арсенал таргетной терапии, это и антитела к экстрацеллюлярному домену рецептора ХР2, тростозумаб и пертозумаб, и новые препараты, это и мультикиназный ингибитор, нам известный лопотениб, и опять-таки новые препараты неротениб и тукотениб, и это конъюгаты антитела цитостатик, ТДМ1, известный нам, ну и наступает, ему на пятки приходят тростозумаб-дорокстекан и тростозумаб-докармазин. Ну, очень коротко, поскольку я уже злоупотребляю, наверное, ваше внимание, нет, у меня вообще еще 10, да, метастатический ХР2-положительный рак молочной железы. Были получены дополнительные данные в этом году, подтверждающие эффективность двойной ХР2-блокады комбинации пертозумаба с тростозумабом и с любым токсаном в первой линии лечения пациентов с метастатическим ХР2-позитивным раком молочной железы. Это исследование, которое очень важно для клинической практики, потому что в исследовании Клеопатра использовался только доцитоксел. Ну, бывают ситуации, когда хотелось бы назначить другой токсан, это может быть паклитоксел и может быть напаклитоксел. Соответственно, в этом международном многоцентровом открытом исследовании в первой линии терапии использовали комбинацию тростозумаба и пертозумаба с любым токсаном и паклитоксел, и доцитоксел, и напаклитоксел. И в исследование было включено 1436, так у меня опять зависло, 1436 пациенток. Впечатляющая цифра. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Справа, известные всем исследования Клеопатра, окончательные обновленные данные по выживаемости без прогрессирования болезни доложены на конгрессе ЭСМА опять-таки в этом году. Вы видите впечатляющий достоверный выигрыш выживаемости без прогрессирования болезней. И слева исследование тростозумаба с пертозумабом с любым токсаном мы видим, что вот эта вот стратегия применения двойной блокады с любым токсаном в широкой клинической практике, может быть более отягощенных, более сложной категории пациентов, потому что здесь были очень широкие критерии включения в исследование, не просто воспроизвела результаты по выживаемости без прогрессирования болезни, а даже и превзошла результаты рандомизированного исследования третьей фазы. И комбинация пертозумаба с тростозумабом и с любым токсаном в первой линии лечения обеспечивает фантастические цифры выживаемости без прогрессирования болезни более 20 месяцев. И еще более фантастические результаты по общей выживаемости. Опять-таки справа исследования Клеопатра, рандомизированные исследования третьей фазы, пертозумаб, тростозумаб с ДОЦ-такселом, медиана общей выживаемости более 56 месяцев. И в общем-то и тогда-то там мы с замиранием сердца смотрели на эти цифры. И широкое подтверждающее исследование пертозумаб с тростозумабом с любым токсаном медиана общей выживаемости 65,3 месяцев. Более пяти лет половина больных переживает этот срок, мы видим такой устойчивый хвост и продолжают жить дальше. Поэтому, ну, наверное, мы наконец-то можем сказать, что ХЕР2-позитивный рак молочной железы это действительно хроническое заболевание. Профиль безопасности комбинации тростозумаба-спертозумабом с любым токсаном никаких новых данных нам не принес. Полностью соответствуют данным по безопасности из исследования Клеопатра. И в наши национальные рекомендации, в рекомендации русско внесены были соответствующие изменения. На сегодняшний день предпочтительным режимом для лечения пациентов с ХЕР2-позитивным метастатическим раком молочной железы в первой линии лечения названа комбинация тростозумаба-спертозумаба с токсаном. И мы можем использовать не только доцитоксел, но и другие токсаны. При ХЕР2-позитивном раком молочной железы часто регистрируется поражение головного мозга, чаще, чем при других по типах, даже чаще, чем при тройном негативном раке молочной железы. Ну и вот в этом году были представлены данные по добавлению токотениба к комбинации тростозумаба с капицитабином у предлеченных больных с ХЕР2-позитивным раком молочной железы. Предшествующая терапия должна была включать тростозумаб, пертозумаб и ТДМ1, то есть исчерпанность всех наших стандартных линий. К сожалению, этого препарата у нас нет. Это ингибитор тиразинкиназа рецептора. Исследование оказалось успешным. Добавление токотениба снизило риск прогрессирования смерти у больных с метастазами в головной мозг ХЕР2-позитивного рака молочной железы на 46% и снизило риск смерти на 34%. Вы видите, стойкое расхождение кривых и существенный выигрыш от добавления токотениба в поздних линиях терапии. Поэтому будем ждать, когда этот препарат к нам придет. Ну и два слова буквально немножко залезла я. Очень интересные мне показались данные, практически важные. О раннем первично-операбельном и местно распространенном ХЕР2-позитивном раке молочной железы, которые касаются представленных результатов по постнеодевантной терапии. Это дополнительные анализы исследования Катерина, отвечающие именно на актуальные практические вопросы. Напомню, что такое постнеодевантная терапия. У больных, которые получили весь объем неодевантной терапии и не было зарегистрировано полного патоморфоза, есть остаточная резидуальная опухоль. У нас появились опции постнеодевантной химиотерапии. При тройном негативном раке молочной железы это капицитабин, а при ХЕР2-позитивном раке молочной железы это тростозумаб-эмтанзин. И длительность этой терапии 14 циклов. При этом у нас с вами появляются пациентки, которым показана лучевая терапия после сохранной, например, после органосохранной операции. И вот о том, можно ли безопасно сочетать адювантную терапию в течение 14 циклов ТДМ1 и лучевую терапию, я хотела буквально сказать два слова. ТДМ1 достоверно увеличил выживаемость без резидуальной опухоли у пациенток, получивших полный объем неодевантной терапии. Иначе бы эта стратегия не была зарегистрирована. И оказалось, что одновременное проведение адювантной терапии ТДМ1 и лучевой терапии является абсолютно безопасным. И эта стратегия использовалась в этом исследовании. Просто практически мы сталкиваемся с этими больными. Нам радиологи задают вопрос, а когда начинать? Вы же будете проводить 14 циклов лечения. Так вот, в этом исследовании пациентки получали лечение параллельно. Нет какого-то проигрыша от проведения лучевой терапии в комбинации с ТДМ1. И нет у нас никаких данных по безопасности, которые бы могли нам помешать выполнить весь план лечения. Профиль безопасности ТДМ1 не зависел от статуса адювантной лучевой терапии и соответствовал профилю безопасности во всей популяции. И еще очень важный вопрос, опять-таки практически. А если гиперэкспрессия ХР2 теряется? У нас стали появляться вольные, которые исходно по корбиопсии были ХР2 позитивными. После неодевантной терапии делались ХР2 негативными. В этом исследовании такие пациентки тоже были. И оказалось, что ТДМ1 не снижал эффективность гормональной терапии. Пациентки с положительными и с отрицательными гормональными рецепторами имели одинаковый выигрыш от назначения катсилово-дювантной терапии. И вот как раз анализ данных на пациенток, которые потеряли гиперэкспрессию ХР2 на 8,3% больных в этом исследовании, поменяли статус ХР2, они получали адювантную терапию катсилы и полученные данные не подтвердили отсутствие эффекта тростозумапа матанзина у пациенток с потерей ХР2 положительного статуса после неодевантной терапии. Поэтому это очень важный такой практический вопрос, когда мы ориентируемся на первое заключение. Поэтому если полный патоморфоз после полноценно проведенной неодевантной терапии с включением двойного блокада тростозумаба-пертозумаба не достигнут, то в одеванте необходимо назначение тростозумаб-эмтанзина в количестве 14 циклов лечения. Таким образом, тройной негативный метастатический рак молочной железы. Иммунотерапия отезолизумаба статистически достоверно, клинически значимо увеличивает продолжительность жизни больных с ПДЛ1 позитивным статусом. Экспрессия только на иммунных клетках от 1%. Выше отбирать не нужно, дополнительного выигрыша нет. Тест СП-142. Первая линия лечения. Режим зарегистрирован в Российской Федерации, внесен во все национальные рекомендации. При комбинации с обычным еженедельным поклитоксилом выигрыш от отезолизумаба нет. Комбинируем только с напоклитоксилом. Удаление первичной опухоли не улучшает результаты лечения тройного негативного метастатического рака молочной железы даже при отсутствии прогрессирования в течение 4-8 месяцев системной терапии. Новые перспективные препараты, например, социтозумаб, гавитекан, появляются, и мы ждем их прихода. Двойная плагада тростозумаб-пертозумаб в комбинации с таксаном подтвердила свою высокую эффективность первой линии лечения HR2-позитивного распространенного рака молочной железы. Это стандарт терапии. Комбинировать двойную блокаду можем с любым таксаном. Теперь перспективы касаются новых препаратов, например, мультикиназный ингибитор тукотини. Ранний HR2-позитивный рак молочной железы с остаточной опухолью после неодевантной химиотаргетной терапии. Подтверждена эффективность постнеодевантной адевантной терапии TDM1, независимо от статуса гормональных рецепторов, а также, самое главное, при потере гиперэкспрессии HR2-нео после неодевантной терапии. Это очень важный момент, он часто обсуждается на консилиумах, когда речь идет о конкретной пациентке. Ну и кроме того, одновременное проведение адевантной терапии TDM1 и лучевой терапии безопасно и лечение должно проводиться в нужные сроки. Благодарю за внимание.